Всем привет! На связи PeopleTalk в лице, а точнее в голосе Настюшки Безопасности. С вами наш крутейший, эксклюзивнейший подкаст «Меня часто спрашивают». И прямо сейчас мы готовимся допрашивать Эрику Люндман, нашего большого друга, певицу, автора множества хитов, которые наверняка преследуют вас в плейлистах. Эрика, привет! Как твои дела? Привет! Мои дела отлично. Как настроение? Сумасшествие, доброе утро, пять вечера. Всё как обычно, по плану. Ты готова, надеюсь, к допросу? Я тебе сейчас посвящу в наши правила игры. Правила игры. Все вопросы, которые прозвучат в ближайшие полчаса, задавали подписчики PeopleTalk и Героя во всех социальных сетях PeopleTalk под соответствующими анонсирующими постами. Мы отобрали 20 самых острых, интересных и лучших из них, но у Героя ещё есть шанс избежать чистосердечного признания и наложить право вета на три вопроса на их вкус. Чтобы отказаться от ответа, нужно сказать «кря», и мы, увы, отстанем. Мы начнём с чего-нибудь простого, с чего-нибудь лёгенького. И наш первый вопрос. Музыку какого жанра тебе нравится слушать больше всего? Классика. Классика прям Бах, Моцарт, Шопен. D.B.C., да. Мендельсон, Тельман, Рахманинов, Чайковский. Да, сейчас классика. Такой период. Я в детстве люблю классику, но сейчас у меня уши настолько уже устали. Я пишу два года альбом, поэтому сейчас я слушаю исключительно классику, помимо своей музыки, либо джаз. Кстати, про альбом. Я наслышана, что сегодня твое доброе утро начинается в пять вечера, именно потому что ты сводишь альбом. Расскажи, чего от него ждать? Ждать 15 композиций, каждая из которых будет отражать меня. В том или ином смысле. Очень наполненный альбом, мультижанровый, сложный, но душевный и очень-очень мой, очень характеризующий меня сильно. Почему именно два года ушло? Тебе не хватало чего-то в нём всё это время? Либо просто как-то откладывалось? Нет, это всё должно было быть гораздо компактнее по времени, но каждый раз я просто уносилась куда-то вместе с музыкой, и невозможно было остановиться. Я хотела сначала семь песен, потом это было восемь, потом это было десять, и в итоге их пятнадцать. Каждая песня идёт не по минуте, а по четыре, по пять, поэтому это большая работа, сложное сведение, сложные инструменталы, живые звуки, аналоговые инструменты. Поэтому запись была долгой, причём запись происходила как в Сочи, так и в Москве, и всё это объединять было тоже не самым лёгким делом, но я справилась. И моя команда тоже. Тогда мы его услышим. Девятнадцатого мая. Девятнадцатого. Совсем недолго осталось. Да, да, но понимаете, почему у меня горит одно место. Что ты почувствовала во время выступления на концерте «Басты» в Лужниках? Расскажи, как вообще появилась идея записать совместный трек с «Бастой» и были ли вы знакомы до этого? Да, мы знакомы с Васей с двадцатого года. На концерте мне, конечно, атмосфера была сумасшедшая, 70 тысяч человек — это не каждый день такой концерт. Причём я очень давно хотела выступить на стане Лужников, примерно с 2010 года, когда там собрали стадион «Юту». И я приехала из Санкт-Петербурга в Москву на машине с мамой, чтобы послушать, как поёт и играет группа «Юту», в том числе «Бона». Поэтому для меня такое событие было сверх. Я стояла на этой сцене, понимала, что я спела на одной сцене с Васей на его концерте на 70 тысяч человек, а до этого, 13 лет назад, там пела моя любимая группа «Юту» и «Бона». Он пел под дождём «I'm singing in rain». Я маленькая на коленях сквозь ОМОН пролезла к вип-сцене, моя мама осталась где-то позади. И вот с его ботинок падали капли мне на лицо, и я потом маме рассказывала, «Мама, вода с ботинок Бона вкапала мне на лицо!» Но она поняла, что я сумасшедшая, и что, наверное, музыка для меня это что-то очень великое и большое. То есть для тебя это было ещё таким символическим? Очень-очень символический, да, был концерт, и я очень рада, что у меня была такая возможность там спеть. И с Васей я дружу много лет. Наша история знакомства, она не очень уникальная. Он мне просто позвонил в 2020 году и сказал то, что ему нравится, то, что я делаю, и он хочет вместе записать песню. Также мы с ним ещё записали сейчас одну песню, поэтому будет, возможно, новый эфид скоро, который вы слышите. Надеюсь, что мы услышим его ещё и вживую, ещё раз в «Лужниках», уже на твоём сольном концерте. Да, я бы очень хотела с «Сольник» в «Лужниках», не буду скрывать. Тебя и внешние по стилю исполнения сравнивают с «Билли Айлиш». Как ты относишься к этому сравнению и видишь ли сама сходство? Не знаю, редко я слышала в свою сторону, что меня сравнивают с «Билли Айлиш», но так, если посудить. Есть смешная история с «Билли Айлиш». У меня вышла песня «Глубина» в 2016 или 2016 году, а потом вышла песня «Билли Айлиш» «Ловли», и там лейтмотив, одинаковая мелодия. И мне начали все оравы писать, что я украла у «Билли Айлиш» песню, а она вышла раньше на полгода, чем у «Билли», слава богу. И потом какой-то блогер снял на это опривержение. Я не думаю, что они украли. Это уж совсем какие-то теории заговора, но такое случается. Слава богу, не наоборот. Если бы у тебя была возможность записать с ней фид, ты бы это сделала? Конечно. А с кем вообще из зарубежных артистов хотела бы посотрудничать? Лени Кравец, Стиви Никс. Это Fleetwood Mac, моя любимая группа. Риана. О, Риана, конечно. Кендрик Ламар. Это мощный список. О, его список очень мощный. Да, я собираюсь поехать в Лос-Анджелес с ними поработать. У меня есть такие желания, но дальше посмотрим. Жизнь длинная, я думаю, я... Мечтать надо о великом. Да, справлюсь. Многие говорят, что ты настоящий феномен на русской эстраде. Как думаешь, почему такое мнение? У меня есть музыкальное образование. Ладно. Если бы этого было достаточно. На самом деле, просто я создаю стиль, например, песни «Яд». Помните, что было модно совмещать рэп и этнику, там, пять лет назад? Каждая сейчас вторая девочка пытается петь народным голосом, и рэп тоже очень популярный. Ну, в общем, все начали это миксовать после того, как «Яд» стал очень успешным даже в шоу-бизнесе. Просто по моему примеру люди начали писать треки. Это я слышу и от звукорежиссёров, саунд-продюсеров, и от артистов, и от людей из шоу-бизнеса, которые меня несколько раз предупреждали о том, что готовятся очень сильные проекты других артистов, которые будут брать копию такого, знаете, шаблона «Яд» и делать артиста под вот этот шаблон. Только весь репертуар такой. Ну, у меня просто вышла вот эта одна песня, которая стала хитом, и дальше я пошла дальше делать музыку, дальше экспериментировать, пробовать что-то новое. И я думаю, новый альбом даст многое понять тоже, о чём я сейчас говорю. Для меня очень важна музыка и инструментал. Я забочусь о каждом звуке, я пишу музыку сама. Мне кажется, это меня сильно отличает. Я играю на гитаре, на барабанах, на клавишах. Сложно о себе говорить. Наверное, это вот то, что я смогла собрать из услышанного о себе. Ты вообще можешь назвать себя перфекционистом в каком-то смысле? То есть есть люди, которые вот прям любят придираться к себе, а которые, к сожалению, иногда очень несправедливо видят какие-то недостатки больше, чем преимущества. Ты из таких или ты стараешься как-то больше в сторону вот этих позитивных вибраций? Я сумасшедший перфекционист, но я мыслю в сторону позитивных вибраций. Я себя останавливаю, потому что я задрюканная уже до нельзя. Я очень перфекционистична во всём. И это не всегда есть хорошо. Наверное, в той крайности, в которой я это испытываю, это уже нехорошо, поэтому я себя останавливаю. И даже по музыке, почему вот я до сих пор служу альбоном, альбом у меня через две недели выходит. Потому что я сменила звукорежиссёра в последний момент, потому что я подумала, что надо всё пересвести, всё переделать, потому что мне не показалось то, что я сделала, достаточно хорошим. Но зато ты можешь быть уверена, что твой финальный продукт всегда будет того уровня, который ты бы хотела. Или такого не случается? Да, я никогда не уверена. Нет этой точки. В этом и есть ужас перфекционизма. Нет точки. Всегда есть вот этот один процент, который, ну, можно было бы. Конечно, можно было бы лучше, всегда. Но также я очень позитивный человек и здравомыслящий. Я уважаю свою психику и стараюсь себя останавливать в самоедстве. Какие у тебя отношения с психологией, раз мы об этом заговорили? Давайте так, я ходила к психологу. Но сейчас не ходишь? Нет. Почему? Ну, я, наверное, не из тех людей, кто готов всю жизнь ходить на терапию, быть в ней. И многие вещи, сама как-то дошла до чего-то, поняла, с чем мне работать. И стараюсь с этим работать. Мне не нужна нянька-носитка, которая будет мне постоянно повторять мои триггеры какие-то или что мне нужно прорабатывать. Я, в принципе, всё прекрасно поняла. Если у меня будут ещё вопросы, я просто ещё запишусь на консультацию. А есть ли какая-то история с астрологией, с картами Тарова, то, что сейчас суперпопулярно? Как у тебя отношения с этими вещами? Я скептик к астрологии, отношусь скептично, но при этом я не могу опровергать всё до конца, потому что то, чего я не могу доказать обратного, я как бы говорю, что это возможно существует. Поэтому я верю в чудо. Мы все во что-то верим. Мы все немножко улетаем. Поэтому, не знаю, отношения у меня к этому спокойные. Ты была артистом на лейбле Мальбека. Почему решила уйти? Как вы расстались? Ну, во-первых, я никогда не была на лейбле Мальбека. Это большое заблуждение. Мы работали как творческое объединение. У нас не было ни контракта, ничего. И ушла я в тот момент, когда почувствовала, что это делать необходимо. Когда поняла, что не всё так сладко, как мне казалось. Это был непростой период вообще работы, жизни мне приходилось просто всё себя с нуля собирать и дальше идти. Поэтому взяла и ушла. Ты говоришь про этот трудный период. С чем он был связан? Просто какое-то стечение обстоятельств? Как раз с альбомом. Это отдельная история. Думаю, когда-нибудь, возможно, я и смогу об этом рассказать, но пока я нигде об этом не рассказывала. И не хочу пока. Договорились. Никогда не думала петь и на родном языке? Думала. Ну, пела. Аудитория. Язык хоть мне и родной, но русский гораздо лучше, я понимаю. Потому что я здесь живу большую часть своей жизни, и это глупо отрицать. Норвежский красивый, но я на нём не чувствую. Мои мысли, они идут на русском языке, поэтому моя лирика тоже на русском. То, что в голове, то и в песнях получается. Даже больше. То, что на душе. Я всегда говорила, чтобы меня узнать, лучше послушать мои песни, потому что я там говорю гораздо больше, чем я говорю в жизни. Потому что на самом деле я достаточно стеснительный человек. Оберегаю свою личную жизнь. У меня куча-куча... Есть барьерчиков, которые люди не видят. Очень многие люди думают, что я супероткрытая, что я, как это называется, экстраверткой, да, со всеми общаться. Да-да-да. Вот это на самом деле не про меня. Я настолько вот интроверт. Наверное, и то, и то от меня есть. Я умею переключаться, но я очень чту свое личное пространство. То есть для тебя творчество — это в первую очередь твой диалог с миром, получается так? Именно так. Именно так. На самом деле я даже не знаю просто, как мне писать. Вот я в детстве начала писать свои песни, у меня текст выливался, и я поняла, что это самое настоящее, что из меня выходит. Так все и началось. Я почувствовала, как эта энергия выливается в текст, как она выливается в мелодию, как она трансформируется. Как она дает мне силы или забирает. Это здорово за этим наблюдать. Сложно ли было адаптироваться к новой культуре в детстве? И вообще было бы интересно послушать о твоем детстве? На самом деле, хочется сказать, что не было сложно, но сложно было. Да. Меня стебали из-за акцента. Я даже больше, скажем, меня били в школе. Я сменила 8 школ в России. Было очень много всего. Очень сложно рассказать. Я в Челябинске успела пожить 3 года. Очень прикольных много моментов было из-за того, что я с норвежскими корнями тоже связана. Это всегда такая... Была скользкая сторона, на самом деле. Непонятно, кто ты здесь. Здесь не свой, там не свой. Везде такой человек мира, получается. И ты с этим живешь. Ты каждый день сталкиваешься, если с незнакомыми людьми, каждый раз тебя спрашивают твои фамилии, твои происхождения. Ну, типа, это уже не шутка. И у меня была заготовленная уже просто речь. Привет, я Арика Люнман. Я из Норвегии. Да, у нас там... Вот у меня там живёт отец, братья, мама живёт в России. Да, всё супер, спасибо. У тебя одна познакомилась. Шаблон дежурной фразы. Да. 8 школ ты сменила именно потому, что не складывались отношения с одноклассниками, с учителями. Переезды из-за маминой работы. У меня мама работала в энергетике, и мы переезжали, чтобы у неё была карьерная лестница. Остались ли у тебя друзья, которые вот с самого детства? Да, причём во всех городах, где я жила, у меня остались друзья. У меня очень узкий круг общения. В Москве это буквально три моих близких там друга, человека. А так у меня очень-очень много приятелей, одноклассников, и вообще друзей по всему миру. Я очень много путешествовала за свою жизнь и обрела много друзей на стороне. Человек мира. Ну, правда. Так и получается. Кстати, мой альбом называется Мирра. Совпадение? Да, Человек мира. Ты неоднократно говорила, что скрываешь свой вес и рост. Почему? Да? Ну, наверное, потому что это не чьё собачье дело. Наверное, потому что я раньше была больше ещё. Не знаю, возможно, у меня были комплексы. Да, у меня точно были комплексы. Я думаю, они у меня точно остались. Не знаю. Это такая личная тема. Рост уже нескрываемый. Могу назвать, если интересно. Давай. Метр семь из два. Есть ли у тебя вторая половинка и почему ты не делишься личной жизнью с подписчиками? Нет, у меня никого нет. О! Поэтому не делюсь. Боишься ли ты, что я от станет единственной твоей популярной песней и как ты относишься к артистам одного хита? Нет, я не боюсь, потому что, во-первых, прошло пять лет. Думаю, странно было бы пять лет бояться за яд. Я не считаю это своим краем. В любом случае, изначально так не считала. И я знаю, что я могу писать лучше и больше. Даже если это не станет хитове, то я всегда это делаю от души. И именно поэтому это доставляет мне удовольствие. И во время написания, и во время того, как я выкладываю музыку, во время того, как её уже слушают потом годами моя аудитория. Поэтому нет, я не боюсь. Будет здорово, если у меня получится это переплюнуть, потому что я считаю, что я способна больше. А по поводу одноневок и жвачек, да, вы сказали? Да-да-да, к артистам одного хита. Я отношусь спокойно к этому. Мне жаль этих артистов. Многие с этим не справляются. Ошеломительный успех часто приводит к тому, что потом очень быстро падаешь. И я уже за свою карьеру видела таких людей. Я могла стать одним из них, больше того. Но я пишу, я существую, я работаю, я концертирую. И делаю это успешно. И только всё преувеличиваю. Всё, что имею. Преувеличиваю свои возможности в написании музыки. Увеличиваю качество, улучшаю свои музыки. Делаю всё для того, чтобы всё шло вверх. И чтобы не было так, как вы сказали ранее. Но это большой путь, это сложный путь, очень большая конкуренция. Не так легко писать песни в принципе, а писать хиты, наверное, и вовсе. Поэтому нужно просто работать. Есть ли у тебя из своего репертуара самая любимая песня? Да, они все из нового альбома сейчас. Поэтому будет глупо говорить название. Но, может быть, если этот подкаст будет слушать человек из будущего, то мне очень нравится «Ночь» из альбома. И песня «Кариба». Это мои сейчас два фаворита из моей музыки. Если говорить уже о вышедших песнях, у меня была любимая песня из альбома «Источник» — это «Гроза». Хотя она одна из самых непопулярных на альбоме. И из альбома «22» мне очень нравится «Интердукция» и «Интерлюдия». Мы в «Интерлюдии» с моей подругой играли в четыре руки на фортепиано одним дублем. И начался «Дикий ливень», «Гром». И так как у меня дома студия, я открыла нараспашку два окна и записала в микрофон ещё и «Дождь». В итоге получилась наша игра на фортепиано в четыре руки под звук грома. Прямо натуральное производство. Да. Это очень здорово. Почему ты решила поступить на продюсерский факультет? Потому что до этого я отучилась четыре года на эстрадно-джазовую певицу и закончила факультет эстрадно-джазовый. И решила, что дальше мне нужно идти осваивать какой-то план B, знаете, себе в жизни продвигать. Я решила, что это хорошая профессия, потому что в изучение по этому направлению входит юриспруденция, экономика, бухучёт, то есть все те темы, которые мне нужны для введения своего лейбла. А у меня и так, вот все эти пять лет я работаю сама по себе, сама на себя. Я ни разу не была на лейбле, это всё большие заблуждения, потому что людям, ну, им прикольно писать, они видят то, что я общаюсь с Васей, они пишут, что я в Газгольдере. Видят, я общаюсь с Ильей Мамайем, он был моим менеджером, они пишут, что я на букинг-машин. Дружу с Ромой Мальбеком Сюзанной, и я в Мальбек. Ну, людям так комфортнее предоставлять информацию. На самом деле все эти годы я сама собой занималась, и всё это вела, и мне нужны были определённые знания в области юриспруденции и бухучёта для того, чтобы более уверенно себя чувствовать, и, например, сдавать 2 НДФЛ и прочие штуки для того, чтобы у меня всё было в порядке с налоговой той же самой. Да, налоги — это важно. Да. Как мы все видим сейчас. Чего, по-твоему, не хватает современным исполнителям? Индивидуальности. Как бы смешно ни звучало, в 21 век у каждого есть телефон, у каждого есть всё для того, чтобы каждый день искать уникально новую информацию, которой никто не обладает, создавать что-то, преобразовывать. Но люди выбирают путь копирования, и меня это пугает. Это про новую школу рэпа, допустим. Для меня это вообще нонсенс, то, что так много лет подряд стало модно течение вот этой новой школы рэпа. Потому что, ну, правда, включаешь прямо в альбоме одного исполнителя подряд песни, они все одинаковые. Потом переходишь на другого исполнителя, и там всё то же самое. Для меня это просто неинтересно с точки зрения прослушивания. Мне интересно, вот многожанровость мне интересна, когда я слышу что-то новое, новые звуки, новые приёмы. Поэтому мне не хватает индивидуальности, и я пытаюсь быть тем человеком, который её привнесёт. Как ты думаешь, откуда вообще эта индивидуальность берётся? То есть понятно, что это и какая-то насмотренность и так далее, но вот просто сесть и создать что-то с нуля, это же на самом деле только кажется, скорее всего, суперлёгким, суперпростым, но ты, по сути, просто из воздуха создаёшь нечто суперуникальное, то, чего до тебя ещё никто не делал. Ну, не всем быть креаторами, это логично. Не каждый человек может написать песню. Не каждому человеку это нужно делать. Не каждый человек чувствует музыку так, как тот человек, который её любит. Мне кажется, каждый должен заниматься любимым делом, и это и есть основной принцип счастья и вообще жизни, потому что если ты в том, что тебе удаётся, что тебе нравится и заставляет тебя жить и радоваться, ну, то есть каждый день я просыпаюсь, и у меня есть моя любимая работа, которую я за работу не считаю. Для меня опять это удовольствие. Ну, ладно, для меня не удовольствие сводить альбом, записываться, да, какие-то там нюансы, есть, но всё остальное, всё, что связано с музыкой, это просто топчик, и я чувствую себя каждый раз на высоте из-за этого. И думаю, так должен каждый человек в жизни выбирать себе дело, чтобы не чувствовать, что это работа. Вот опять 7 утра вставать, идти куда-то на работу. Нет, вот 7 утра, пора вставать, идти на работу, ребят, вы чё? Думаю, что у тебя, как у всех, особенно творческих личностей, были периоды выгорания, когда вот эти 7 утра, каким бы они хорошими не были, было тяжело. Я вам скажу, у меня случилось выгорание после того, как мне начали затирать про то, что такое выгорание. Вот как только мне объяснили, что такое выгорание, и у меня был рядом человек, который постоянно говорил, Эрик, у меня выгорание, я не могу ничего снимать, это вот это вот настоящее выгорание. И я подумала, боже мой, а я уже не ездила три года никуда, я не отдыхала три года. Почему? Как я себя чувствую? О боже, я чувствую себя плохо, мне нужно куда-то отдохнуть, слушайте, наверное, у меня выгорание. Я загналась до такой степени, что я реально не могла просыпаться, и думала, нахрен, типа все, я не буду ничего записывать, у меня выгорание, мне нужно отдохнуть, иначе я не смогу потом работать с музыкой. Ну, короче, это недолго длилось, потому что я начала себя просто дико жалеть, я поняла, что я оправдываю любую свою лень этим выгоранием, и просто взяла, думаю, пойду просто работать, и забуду про эту хрень, и оно ушло. Чисто психосоматика сработала. Да, возможно, это в моем случае, я не знаю, я не хочу обесценивать, это вообще глупо, обесценивать чьи-то проблемы и выгорание в том числе, поэтому у меня случилось так, что я себя сама загнала после того, как я в этом немножко разобралась. Почему ты перестала писать треки на английском? Аудитория. Я писала треки на английском изначально, я начала писать на английском, поэтому я перешла потом на русский язык, потом решила выпустить одну песню на английском, и поняла, что, в принципе, мне это делать сейчас незачем, но это был, по-моему, 19-й или 20-й год, когда я выпустила английскую песню, но сейчас у меня есть план перевести свой альбом весь на английский язык. Следующий трек на английском, я думаю, должен быть уже с Рианой или с Канью Уэстом, Кентри Кламара. Мне кажется, через один, знаешь, типа выполнить какую-то песню на английском свою, которая будет иметь успех. Кстати, вы знаете то, что сейчас яд популярна во всем мире стал? Заново. Его выложила Кэндл Дженнер, Белла Хадид и Кайли Дженнер. И он сейчас вот был на 83-м месте в мировом топ-чарте Шазам из-за ТикТока. И из-за вот Беллы Хадид. Я вообще вахер на самом деле. Белла Хадид. Мой имя Белла Хадид. Поэтому я планирую вот примерно так же, как с Ядом, чтобы был трек, да, какой-нибудь на английском, который станет, возможно, тоже популярным в ТикТоке, и это даст мне возможность познакомиться с Канни Уэстом или Рианой или другими вспоминителями. ТикТок в этом плане на самом деле вообще удивительный инструмент. Я помню, когда год-два назад появилась вся эта тема с этими роликами, как начали резко залетать песни там десятилетней давности. В чарты опять все о них вспомнили. Так что план рабочий. Это работает, да. И мне очень это нравится. На самом деле в ТикТоке у меня не одна песня залетала. Например, как песня «Посмотри в глаза» Ветлицкой. Я участвовала в съемках видеоклипа от Vogue. Перепела Ветлицкую, и это стало популярно. Именно моя кавер-версия в ТикТоке. И я такая «У, класс!» То есть, ну, в принципе, мой голос людям нравится. Даже не зная моего лица, мои личности, они слушают, это становится популярным, и это круто. Это вообще большой мой плюс. Если посмотреть мою статистику прослушиваний, то у меня там многомиллионная аудитория. Если посмотреть мои соцсети, это абсолютно несопоставимо, потому что, к сожалению, я не работала над своей подачей и своего образа в медийном пространстве. Да, вообще. То есть, я просто писала музыку и всегда больше меня это заботило. И все время уходила на подпольные, студийные, подвальные вот эти вот сиделки бесконечные, которые очень много едят времени, но создается много музыки. Но никто не знает, кто ты и что ты, потому что ты вечно сидишь в подвале в своих трениках. Так это происходит. Но судя по тому, как ты об этом рассказываешь, тебе такой подход даже как будто ближе по ощущениям. Это правда. Я даже сейчас немножко начала исправлять ситуацию и поняла, что я антисоушал немножко. Не знаю, это не совсем так в плане, я не социопат. Но мне очень комфортно в маленьком уютном домике со своими близкими. В трениках и с музыкой. Да, мне очень сложно незнакомые люди. Мне даже сложно официанта попросить счет. Представляете, мне неловко попросить официанта принести счет. У тебя такой характер был всю жизнь? Есть ли какой-то поворотный момент, после которого ты решила быть больше с собой наедине? Кря. Да. Окей. Наша первая кря. Был. Был. Про него рассказывать я не буду. Да. Какой город тебе ближе? Питер или Москва? Питер. Почему? Всегда. Это мой родной город. Есть просто много людей, которые тоже родились в Питере, переехали в Москву, но Москва становится ближе. Питер тебе ближе по энергетике или просто по воспоминаниям, которые тебя связывают? У меня так. Смогла бы ли я сейчас жить в Питере? Да. Но после Москвы это крайне сложно. Только, наверное, в собственном доме где-нибудь у залива. В этом фишка Питера. Это залив. Москва — это темп. Москва хорошо отреставрирован. За Москвой следят. Очень всё суперски здесь. Движение, доставка по самому топому уровню. Санкт-Петербург для меня это душа, это архитектура, это моё детство, это моя мама, это мои корни, это блокада Ленинграда, знания об этом, проживание через это, семья, которая жила там в это время. Для меня это гораздо более что-то глубокое. И когда я приезжаю в Питер, меня очень сильно наполняет. Вот всё. Я всегда говорила, что если я когда-нибудь приеду в другую страну, единственное, наверное, без чего я действительно не смогу, это без Санкт-Петербурга жить. Без Москвы я справлюсь. Здесь очень круто, но у меня нет такой эмоциональной привязки. То есть Питер тебя заряжает? Да. Я выбираю жить в Москве. Я здесь живу уже больше десяти лет, и мне нравится. И я бы вряд ли смогла сейчас бац так и переехать в Санкт-Петербург. Но Санкт-Петербург мне всё равно очень-очень близок. Есть ли у тебя любимые места в Питере? Конечно. Арка главного штаба мне очень нравится. Мои места в Кировском районе, там, где я выросла, я думаю, вряд ли кто-то о них знает, поэтому просто Кировский район. Мне очень, мне в принципе очень много чего нравится в Санкт-Петербурге. Я не могу даже выделять, потому что просто всегда залпом ходишь по городу. Каждый угол, каждый двор. Не было ли у тебя мыслей вернуться обратно в Норвегию? Были, конечно, всегда, потому что у меня там половина семьи живёт, мои три брата, мой отец. Ну, как можно? Мне вообще, в принципе, сложно с такой раздельной семьёй как-то чувствовать свой дом. Вот для меня была большая проблема по жизни, это почувствовать себя дома. Есть ли у тебя сейчас ощущение своего уголка, где-то вот своего дома? Можешь ли ты назвать какое-то вот место, которое... Это мой дом, это моя крепость? Да, это моя квартира сейчас в Москве. Ну, потому что я там постоянно я там пишу, я там работаю, я там всё делаю, вообще, что можно в этой жизни делать. Но немножко отбилась эта вообще домашность. Ну, последний год как-то сложно вообще себя чувствовать дома. Так вот. Была ли ты популярной в школе? На самом деле сложно судить. Скажу так, мне кажется, что я во всех школах становилась, да, такой звёздочкой в плане обо мне расходилась, потому что я писала песни, участвовала там в этих спартакиадах. Но я в очень многих школах училась, поэтому не везде. Чем ты вдохновляешься? Меня вдохновляет очень сильно природа, меня вдохновляет ветер, я очень люблю сильные порывы ветра, когда ты прямо стоишь, тебя сносят с ног, да, и тебе нужно сопротивляться всем весом, и вот эта такая сила ощущается, неконтролируемая гигантская сила в этой земле. И также мне очень нравятся волны, поэтому эти волны, которые тебя сильнее, они тебя уносят под воду, течение, всё это тебя сносит, и ты просто на этом, когда пытаешься расслабиться, даже звёздочкой вот в этой всей дичи полежать, ты понимаешь, насколько всё вокруг тебя масштабное, и сумасшествие вообще, насколько мы не осознаём, что вокруг нас, что нас окружает каждый день. Мы просто ходим в своих этих мыслях, мы даже не можем голову поднять в небо и просто посмотреть на него. Для меня это вот большое вдохновение эти мгновения останавливать и ловить их, каждый день находить вот в самых-самых мелких каких-то деталях счастья. Ты вот назвала сейчас, по сути, две стихи «вода и воздух», а если бы можно было выбрать одну, которая отражает тебя больше всего? Вода. Мне кажется, это одна из самых опасных, даже вот страшнее огня. Да? Не знаю, мне никогда не было страшно, я обожаю вообще воду. Огонь мне тоже вообще не был страшен. До съёмок сниппета, точнее, это уже даже можно клипом назвать, я сгорела в костре с ожогами второй степени, прыгая сальто через шестиметровый костёр, потому что я решила, для кадра будет классно выглядеть, если в слоумо я буду в сальто переворачиваться. Но я не рассчитала, там была мокрая почва, у меня скользнули руки, я улетела прямо в костёр с головой. И есть видео. Вот это перфекционизм реальный. Да, и в итоге потом доставляли нас в трамппункты, и мы ещё с обрыва, мы туда на квадроциклах доехали, там, где мы этот костёр жгли в горах, и вниз нужно было ещё спуститься, и у нас один квадроцикл с оператором улетел со скалы, и остановил его, остановила квадроцикл дерева. Вообще повезло, что никто не умер, потом я с этими ожогами лебёдкой вытаскивала этот квадроцикл, и в итоге мы доехали до ожогового центра, где мне всё это обработали, но это было дичь, просто дичь. Но кадры очень красивые. Вот это я понимаю, человек ради творчества готов реально вот на всё буквально. Я поняла после этого клипа, что я не готова на всё ради творчества. То есть... У меня появился стоп в первый раз в жизни, потому что ради кадра я всегда была готова и в воду, и в вагоне, куда хотите. Я считаю, что здоровье всё равно в первую очередь и нужно себя любить и ценить, поэтому я вот сейчас пересмотрела немножко это. Планируешь ли ты создавать свой лейбл вообще, что-то прям своё, и как ты будешь отбирать артистов? Вообще сейчас так случилось то, что я уже создала свой лейбл, просто я пока никого не планировала, кроме себя, через него выпускать. Я подписалась с Беливом, и теперь я могу через свой кабинет, через свой лейбл выпускать других артистов. Мне было это интересно, у меня была одна артистка на примете, которую я хотела выпускать, но не сложилось, ничего страшного. Я думаю, что это возможно. У меня очень много талантливых друзей, которые просто музыканты, которые просто пишут музыку, они не хотят на сцену, не хотят славы, они хотят просто писать и выпускать. И я думаю, что я могу им помогать, но пока как суперпродюсер выступать я не планирую, я планирую больше собой заниматься. В будущем не знаю, может быть, что-то изменится. Ты еще сказала про друзей, что это люди, которые не мечтают попасть на сцену, не мечтают о славе, а у тебя были вот в самом начале пути мысли о том, что ты вот именно хочешь стать звездой, ты хочешь популярности, или это все было изначально больше для себя, как твоя отдушина? Наверное, я помню свои мысли из детства о том, что я хотела большой сцены и хотела быть именно популярной. Но когда уже по факту начала писать музыку и выпускать, моей целью не было стать популярной, я даже не думала, что такое возможно, потому что я уже была взрослая и немножко понимала, что... Как устроен этот мир. Да, то есть мечты немножко мои подспали уже, такой накал пропал и желание. Но я просто всегда любила писать музыку, я ее пишу с самого раннего детства и поэтому мне было просто в кайф ее выпускать и когда с первой же песни моя песня стала популярна, с первого выпуска я немножко прифигела. Я не ожидала. О чем ты мечтаешь прямо сейчас? Поработать с Канью Уэстом. Я думаю, судя по тому, что мы сегодня от тебя услышали, не так долго до этого осталось. Дай боже, я, конечно, понимаю, как это звучит, но это большая моя мечта и дай боже, дай боже. С вопросом у нас все. У нас был всего один кря. Угу. И это большая победа твоя. Спасибо тебе за твою честность. Спасибо, что была с нами. Мы ждем твой альбом. Мы ждем твой фит с Канью Уэстом. Мы ждем тебя на сцене Лужников. Спасибо большое. Я уверена, что все впереди. Да. Добрый вам. Слушайте подкаст меня часто спрашивают на всех площадках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok